Мы продолжаем программу «Бизнес без галстуков» на первом деловом телеканале. В гостях у нас Таня Бондарчук, и мы говорим о сервисе здорового и полезного питания It Easy. Скажи, пожалуйста, такой девочковый вопрос. Мне очень интересно, когда был тот момент, когда ты поняла, что все свершилось? Это был тот момент, когда твой бухгалтер сказал, что вы прошли точку безубыточности? Или это был момент, когда ты смогла позволить себе купить какое-то большое приобретение с этого бизнеса? Или это был момент, когда ты поняла, что у вас очень сильно возросло количество клиентов? Может быть, это была какая-то дата или какой-нибудь человек, который тебе об этом сказал? Можешь вспомнить тот момент, свой звездный час, когда ты поняла, что бизнес состоялся? Наверное, я до сих пор еще на стадии того, что как бы я не… То есть вы же знаете, да, что стартап, то есть как бы если стартап выживает в течение трех лет, тогда можно уже сказать, что это уже бизнес и как бы он строится и так далее, потому что есть определенные фазы в бизнесе, и как бы если ты их не проходишь… Да, девочки так говорят, одновременно. Это мы отыграли Шерен Стоун. Да, я еще не совсем могу расслабиться в этом вопросе, потому что нам будет только два года. Вот, но осознание такое, что вот мы на верном пути, это был, наверное, наш год в прошлом году, когда перед днем рождения у нас там случились определенные моменты в компании, был расход с партнером, это было очень тяжело и как бы болезненно, и в принципе все могло обрушиться. Вот, и как бы когда мы выплыли, когда мы смогли устоять, когда вся команда поддержала, когда, ну, это был колоссальные три месяца, которые просто титанического труда, но это было потрясающе. И когда в ноябре я поняла, что нам год, и мы это сделали, это было, ну, это было супер. Скажи, пожалуйста, самые трудные времена, я так понимаю, что ты пережила очень тяжелый расход с партнером, да? Я по себе знаю, что это нелегко, потому что мой первый бизнес мы начинали втроем, а второй бизнес мы уже остались вдвоем, да, вот, а потом я ушла из этого бизнеса и открыла уже совсем другое, как бы, и я прекрасно понимаю, что это болезненные чувства и очень тяжелые переживания и очень тяжелый период в жизни каждого человека, потому что партнер — это тот человек, с которым ты проводишь большую часть жизни, да? Я уверена, что вы так же, как и я в свое время, с самого утра до самого вечера строили совместный бизнес, грубо говоря, это так же, как расти совместного ребенка с супругом, да, и развод — это тоже всегда нелегко. Если говорить о каких-то трудностях реализации бизнеса в Украине, да, не затрагивая вот эти вот трудности, с чем сталкивались? Ну, например, есть такой момент, когда компания растет, и ты официально устраиваешь людей на работу, понятное дело, что, допустим, в компании каждый седьмой человек должен быть инвалидом, вот, по закону, и если ты, допустим, не устраиваешь инвалида на работу, соответственно, как бы, у тебя идет штраф, либо, как бы, ты не можешь нанимать восьмого человека, то есть, ну, как бы, тут нужно будет выбирать, да, либо ты ищешь седьмого человека инвалида, либо ты, как бы, нанимаешь неинвалида, но при этом, как бы, ты будешь платить государству штрафы за это. И вот тут вот возникает вопрос, потому что насколько мы помогаем, да, то есть, как бы, службы занятости, они нам не помогают найти специалиста, который необходим, допустим, в мой сервис, то есть, в этом, как бы, ну, это личная моя проблема, то есть, получается, маленький бизнес, когда тебе каждый день у тебя отчетный период, когда у тебя каждая рабочая сила и каждый там человек — это очень важный человек, да, и ты не можешь, как бы, идти дальше только из-за такого бы момента. Мы действительно, я, у меня была огромная проблема, то есть, я не могу принять на работу человека, потому что я седьмого, у меня нет инвалида, и я серьёзно, я с друзьям говорила, у кого есть, как бы… Я когда-то тоже сталкивалась с этой проблемой. Кому нужна работа, но, как бы, инвалиды тоже знают эту всю историю, как бы, и у них, как бы, тоже определённое, как бы, завышенное требование к этому, ну, как бы, вам же нужно, как бы, меня устроить на работу, поэтому я могу устроиться но я могу не работать sorry как бы но как бы так тоже не 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 может быть какие планы на дальнейшее ой планов много я не грандиоз да просто в моей голове все проходит немножко быстрее мне там изначально я говорили когда и ты еще не было запущено у меня уже был офис у меня уже было значит все у меня уже как бы мы уже разрастались вот мне говорили таня мы еще не открылись я говорю ну да но это же уже ну то есть в моей голове это уже как бы было уже произошло на чем мы зафокусированы это на детском питании это на питание для беременных потому что когда я получила ликбез как бы от наташи по поводу питания при беременности я поняла что это отдельная тема да потому что когда мне сказала что в последнем триместре женщине нужно полностью отказаться от мяса потому что как бы нам нужны эластичные мышцы для родов честно для меня это был просто открытие откровения то есть как бы я понимаю насколько это важно то есть как бы я даже проверять не хочу я просто поверю и все что если сказала что не нужно мясо кушать значит не нужно вот мы сейчас зафокусированы на питание для беременных как бы мы все-таки работаем направлении того чтобы открыть офис который будет open и будет небольшое свое кафе вот ну и так же мы там уйдем в автоматизацию всех процессов и как бы все-таки уходим в мобильные приложения так далее то есть вот вот в этом направлении мы двигаемся ну что ж я желаю процветания твоему делу я благодарна лично тебе от себя за то что лично попробовал it easy я поменяла полностью свое отношение на самом деле очень здоровая полезная еда и очень удобный сервис я тебе благодарна что в украине он появился благодаря тебе и желаю процветания и чтобы ты хотела пожелать нашим телезрителям конечно же я хочу пожелать здоровья потому что мы его не купим ни за какие деньги и здоровье нужно вкладывать самого детства поэтому я и мы зафокусированы на том чтобы максимально бы помогать людям как бы и рассказывать о питании в целом да то есть потому что диета это образ жизни перевода с греческого если мы деткам будем самого начала рассказывать о правильном и здоровом и вкладывать полезное то как бы у нас будет расти совершенно другое поколение да то есть как бы она будет больше иметь силы здоровья и красоты поэтому вот я желаю всем здоровья красоты и конечно же счастья спасибо большое у нас в гостях была таня бандарчук сервис полезной и здоровой доставки еды it easy программа бизнес без галстуков я лика спиваковская на первом деловом телеканале